Вирус тоталитаризма, как коронавирус становится главным врагом свободы Украинская правда, Украина Алексей Гончаренко Украинская правда, Украина 26 марта 2020 года Пандемия коронавируса, по определению Ангела Меркель, стала главным вызовом со времен Второй мировой войны С этим можно согласиться Почти весь западный мир вынужденно принял меры по режиму самоизоляции В некоторых странах ввели карантин Как следствие, экономическая модель западного мира дала сбой Разорвались производственные цепи, усложнилась международная торговля Под угрозой оказались целые отрасли современной экономики, особенно в сфере туризма, услуг, культуры Правительства всех стран, охваченных пандемией, так или иначе вынуждены прибегнуть к протекционистским мерам Усиливать социальную сферу и вмешательство государства в экономическую жизнь страны, ограничивать права и свободы граждан Идеология неолиберализма, глобализма и демократии оказалась под сильнейшим ударом со времен своего существования Карантин становится новой политической моделью мира На фоне растущих темпов распространения пандемии в Европе и США Страны Востока в глазах рядовых граждан западных обществ демонстрируют кажущуюся эффективность в борьбе с болезнью Мягкотелому и либеральному Западу противопоставляются примеры Китая и Сингапура Причем подразумевают не столько реальные страны, как их образ жизни в представлениях западного человека То есть идея порядка, сильные руки, которые гарантируют порядок и безопасность, в обмен на ограничение свободы Вирус тоталитаризма заражает умы все большей части западных обществ Для элит, особенно в Восточной Европе, режим карантина станет первой таблеткой, которую предлагают человеку, чтобы подсадить на регулярное употребление наркотиков Борьба с вирусом фактически становится неограниченным идеологическим ресурсом для обоснования необходимости ограничивать все больше прав и свобод граждан Больше вмешиваться во все сферы жизнедеятельности человека, сосредотачивать все больше полномочий в своих руках и консервировать статус-кво Революционная необходимость заменяет верховенство права Потребность в единстве отвергает политическую борьбу и сменяемость власти Когда будет побежден главный враг, появится новый Тоталитаризм – это карантин, не имеющий конца Украина уже пережила такой режим Наверное, товарищ Сталин достаточно эффективно поборол бы коронавирус вместе с половиной населения В результате, было бы сложно посчитать, что обошлось нам дороже, сам вирус или борьба с ним Тоталитаризм обычно привлекателен для тех, кто не имеет опыта взаимодействия с ним Бесспорно, введение режима чрезвычайной ситуации необходимо для эффективного реагирования на вызовы С которыми сталкиваются демократические общества Однако главной особенностью такого режима является его непостоянность Вопросы, над которым следует уже начинать задумываться странам Запада Как выходить из карантина и самоизоляции? Как возвращать доверие граждан к демократии? Как заново приучать людей к свободе и ответственности? Кризис станет поводом противопоставить безопасность, свободе, смирение, инициативности, открытость, самодостаточности Элиты многих стран не захотят отдавать полномочия, познав плоть концентрированной власти Осуждение последствий тоталитаризма и наказания его создателей Это базовая объединительная идея послевоенного западного мира Главным историческим символом которой стал Холокост К сожалению, эта базовая установка находится в условиях кризиса довольно длительное время А сейчас может принять удар, от которого будет сложно оправиться Таким образом, мы оказываемся сейчас перед главным вызовом для свободы на ближайшее будущее Свобода как базовые ценности мира, двигателя и главного мотиватора прогресса Идея свободы переживет кризис с эффективностью Главная наша задача – не дать этому кризису стать перманентным Мы ни в коем случае не должны допустить возвращения тоталитаризма Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы 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 на СМИ